У крупных торговых центров в Москве нет будущего. Многие из них могут стать нерентабельными и пойдут под снос. Такое мнение высказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Скорее всего, мы увидим, что невыгодно их переделывать под что-то. Госпитали не всегда будут востребованы. Скорее всего, это будет снос и другая застройка на этом месте, сказал Кузнецов на онлайн-конференции Urban Awards. Посещаемость крупных торговых центров действительно падает, а коронавирус только ускорил переход торговли в онлайн, комментирует инвестиционный менеджер АО «Открытие брокер» Тимур Никматолин. Действительно, во всем мире, в том числе и в России, есть такие тенденции, как снижение покупательского трафика в классических торговых центрах. В целом, покупательский трафик сокращается из-за перехода покупательского спроса на онлайн-площадки. Таким образом, коммерческая недвижимость остается востребованной больше как шоурум. И, соответственно, тот поток покупателей, которые в шоурум приходят, он в любом случае меньше, чем мог бы быть раньше. Я думаю, что сам по себе коронавирус никак не влияет на розничную торговлю или на онлайн-торговлю. Недостаточный период времени для того, чтобы что-то изменить. Тем не менее, много потенциальных покупателей, которые ранее никогда не заказывали товары через интернет, ну или не любили это делать, по всей видимости, сделают это, закажут товары и, возможно, полюбят этот процесс. И это может стать таким попутным ветром для новых форматов торговли. Тимур Нигматуллин. Временные коронавирусные госпитали могут быть развернуты в крупных спортивных и торговых центрах Москвы. Этого не исключил мэр Сергей Собянин, сообщил ранее Интерфакс. В конце апреля первый вице-президент Крокус-группы Мин Агаларов подтвердил информацию о том, что Крокус-экспо планирует развернуть полторы тысячи коек на своей территории для больных коронавирусом. Параметры такого сотрудничества с властями семья Агаларовых еще несколько дней назад не была готова комментировать. А власти продолжают расширять списки отраслей наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Решено поддержать компании сферы услуг, общепита, туристического бизнеса, автосалоны, неспециализированные магазины, спортивные организации, развлекательные предприятия, музеи, зоопарки. Но вот торговые центры ровно месяц назад, с 28 марта, торговые центры приостановили свою работу. Они по-прежнему не входят ни в один список. И значит не могут претендовать ни на налоговые, ни на кредитные каникулы, ни на какую другую помощь. На прямой связи со студией глава Российского союза торговых центров Булат Шакиров. Булат, здравствуйте. Да, добрый день. Кто-то ведь напишет, а как торговые центры зарабатывают на том, что сдают свои площади для различных компаний. Вот. И зачем им помогать? Все закончится. Компания, небось, арендную плату-то компании продолжают платить торговым центрам. Или это неправильное понимание работы ТЦ? Коллеги, вы знаете, мы провели подсчет. На сегодня в России больше 3000 торговых центров. Если мы посчитаем сотрудников торговых центров, сотрудников арендаторов, сотрудников всех тех компаний, которые задействованы в эксплуатации обслуживания, начиная от технических компаний, заканчивая охранными компаниями, набегает цифра 10 миллионов человек. 10 миллионов человек – это очень серьезная цифра. Как вы правильно сказали, на сегодня торговые центры, к сожалению, не включены в список. Те, кто пострадал и считается пострадавшей отраслью. Более того, вот сегодня пришли уже печальные новости и средства массовой информации. Первые ритейлеры пишут, пишут, что «Сэшн Хаус», это сеть магазинов, объявила сегодня о банкротстве. О чем это говорит? Это говорит о том, что если мы с вами подождем еще 2-3 недели, то количество таких банкротств возрастет, количество людей, оставшихся без работы, возрастет. И в целом я считаю, что это будет огромный коллапс отрасли, в которой задействованы многие-многие миллионы людей. Булат, ну у меня работа такая, задавать, может, не самые такие приятные вопросы, но есть одна такая фраза, которую очень часто и очень многие повторяют. «Свято место, пусто не бывает». Уйдет одна, один бренд там, какой-нибудь один магазин, и на освободившуюся площадь обязательно придет другой. Вот, поэтому и продавцы, уволенные из одного магазина одежды, просто устроятся в другой магазин одежды. Вы знаете, не соглашусь, потому что новых брендов у нас и так за последние несколько лет, к сожалению, в Россию вследствие тех или иных событий не приходили в массовом порядке новые бренды. Сейчас умирают в первую очередь российские бренды, российские компании, которые в том числе были производителями одежды своих, в том числе у которых работают сотни тысяч сотрудников. Я регулярно встречаюсь с коллегами-ретейлерами, у которых работают сотрудники. Они заплатили зарплату за март, и честно говорят, что за апрель денег нет. На счетах компаний ноль. Государственной поддержки, которая заявлена для малого и среднего бизнеса, практически не работает. Соответственно, нет вопроса, что кто-то откуда-то уйдет, кто-то куда-то устроится. Проблема в том, что у нас появится огромное количество, миллионы людей, которые остались без работы. Без работы, без государственной поддержки. И в целом, вы же понимаете, что торговые центры – это самые первые показатели экономики, как кровь нашей жизни. И все эти люди, которые остались без работы, они, в свою очередь, не смогут кормить семьи, они не смогут осуществлять нормальную свою жизнедеятельность. Поэтому я считаю, что мы по-прежнему продолжаем попытки общения с государственными органами, но пока реальных мер поддержки, к сожалению, не поступает. Но вы уже предсказали количество безработных. Ну, то есть, если копнуть немножко глубже, то и торговые центры, если это все продлится, будут закрываться в отдельных случаях. Я думаю, что часть торговых центров действительно будут под риском не открыться, потому что у торговых центров есть свои обязательства, есть свои налоги, а у торговых центров источник дохода только один – это арендная плата от ритейлеров. Если ритейлеры не откроются, вот мы, например, общались с руководителем ресторанов и кафе Ассоциации по России, для 50% кафе и ресторанов может попасть тоже под банкротством. Соответственно, мы с вами увидим не просто пустующие торговые центры, мы можем увидеть действительно торговые центры, которые, как сейчас, там останутся продукты питания, аптека и еще несколько магазинов. И пустые три этажа, да, с надписью «Аренда, аренда, аренда». Булат, спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Глава Российского союза торговых центров Булат Шакиров. В Белгородской области в торговых центрах открыты продуктовые отделы, связи, изготовление роллов и пиццы. Ну, на вынос, насколько я понимаю. Ясно. Так, вот торговый центр, который арендует, вернее, магазин арендует помещение в торгово-выставочном комплексе, внесли платежи в марте, за апрель. Апрель центр закрыт. И эти платежи перенесут на май или июнь, когда карантин закончится. Слушайте, ну это по-благородному еще получается. Спасибо большое. Дмитрий из Удмуртии. Работаю во вторую смену, ездил на рынок за газом для зажигалок. Почти все закрыто, а торговый центр работает. Людей мало, но это гуд. Ну, в смысле, хорошо. Газ купил для зажигалки. По словам Собянина, ситуация в Москве пока позволяет начать работу только промышленным предприятиям. Кафе, рестораны и кинотеатры в городе откроются в последнюю очередь, подчеркнул мэр столицы. Считаем, что выход из самоизоляции или ограничительных мер в сферу услуг пока преждевременный. Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности раскрытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает возможность нам принять решение из 12-го числа разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий. Не части строительных предприятий, как сейчас, а всех строительных предприятий. Это дает возможность полумиллиона москвичей получить полноценную работу, возобновить полноценную работу. При этом надо понимать, что режим самоизоляции при этом не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать его для того, чтобы давать возможность работы большему количеству предприятий. Сергей Собянин, мэр Москвы отметил, что если предприятия после начала работы 12 мая не будут соблюдать санитарный режим, то они могут быть закрыты. На фоне обсуждения мер по выходу из самоизоляции глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия еще не вышла на плато. В Подмосковье за нарушение самоизоляции начали штрафовать с помощью камер. Как пишет коммерсант, областной Минтранс уже разослал нарушителям несколько сотен постановлений по 5000 рублей. А в столице автовладельцы продолжают жаловаться на то, что штрафы приходят и тем, у кого пропуск есть. Причем появляются истории настолько абсурдные, что в них даже как-то не верится. Тему продолжит Иван Медведев. Мы связались с жительницей Щербинки Любовью. Ее муж ездит на работу в Люберце по рабочему пропуску. В апреле все было нормально, но после продления пропуска, которое прошло успешно, супругу нашей собеседницы прислали штраф. Как бы доступ ему разрешили, то есть а-ля можно ездить, все нормально, все будет. Но получается этот пропуск был на модерации, что-то вот в этом роде. То есть а-ля он еще не был действителен. Хотя нам отбивка пришла о том, что личный автомобиль в базу внесен и тому подобное. Пришел штраф о том, что якобы 30 числа камера зафиксировала машину и что якобы машина не внесена в базу и пропуска электронного нет и автоматически выписан штраф. Оплачивать этот штраф Любовь и ее муж не собираются. Будут судиться. К походу в суд готовится и столичный предприниматель Максим Черков. В его случае не так пошло все, что только можно. Сначала, когда сбой дала система учета пропусков для индивидуальных предпринимателей, ему аннулировали рабочий пропуск. Потом пропуск восстановили, и Максим продолжал ездить на машине по работе. Потом пришел штраф и выяснилось, что при оформлении пропуска он не внес две буквы, то есть оформил его некорректно.